Друзья, мы на стенде компании НМК, Новосибирская металлообрабатывающая компания, сибиряки, наши земляки И сегодня мы увидим на экстенде несколько обновленных линей котлов И эти котлы не только обновлены внешне, но также даже старые модификации, которые выпускаются уже очень давно Получили для этой модификации, наверное, даже революционные изменения Начнем с Гефеста, это твердотопливный отопительный котел Он получил новую окраску, небольшой фейслифтинг Теперь он состоит, его окраска из двух цветов Нежно-серый, металлик-оранжевый А в принципе все остальное в конструкции осталось в этом котле прежнее Рядом с ним стоит одна из самых популярных моделей Твердотопливный котел Сибирь Но, если раньше, совсем до недавнего времени, его можно было устанавливать только в открытые системы отопления То эту модификацию, начиная с 2022 года выпуска, можно будет устанавливать уже и в системы закрытые Здесь значительно укрепили стенки водяной рубашки, поставили прямышки Давление рабочее подняли до двух атмосфер И, соответственно, котел уже может работать в более современных системах Sunfire, котел, который также известен на сибирском рынке Но были только большие мощности А сейчас появится несколько мощностей для, так скажем, более бытового использования Это первый опытный образец Поэтому будем ждать информации от производителя Когда появится вся линейка, когда появится сведения о всех модификациях мощностных Но будет и 18, и 21 кВт, что-то вроде этого Ну и, конечно же, хит всех времен Котел Магнум Он производится в новой ливреи Также серо-оранжевый цвет Но конструктив остался прежний Очень активно им интересуются на выставке Акватерм 2022 Потому что действительно котел дельный, рабочий Ну и автоматический угольный котел Атом Эта модель представлена на выставке 30-киловаттная Но есть модификации до 55 кВт То есть котлы могут отапливать помещение до 500 квадратных метров Интересен, конечно же, тем котел Что он может работать длительное время на одном бункере На одной закладке топлива Естественно, компания НМК не могла не привезти сюда на выставку банные печи Вся линейка Сибирь здесь представлена Есть небольшие изменения Также появилась новинка Печь Дубрава Печь, предполагаю, что более для коммерческого использования Здесь Такая по-сибирски большая С навесным баком из нержавеющей стали И с закрытой каменкой Сейчас мы постараемся ее открыть Ну, здесь мы особо ничего не увидим Потому что это пустая емкость А вот внутри Как мне сказали, она очень интересная Когда у нас будет возможность снять ее внутри Обязательно покажем на канале Форнаксфильм Следите за обновлениями Чугунные печи Сибирь также претерпели изменения У них несколько видоизменили стопки Но самое интересное, что здесь поменялся пламя-отбойник Сейчас он стал двухэтажным Сделано это для того, чтобы несколько замедлить ход пламени Уходящего в трубу И сделать печь по максимуму эффективной В данной, конечно, конструкции Пламя-отбойник также съемный Его можно будет почистить Сняв внутри из печи И, конечно, куда же без чугунных банных печей Сибирь Представлены почти все модификации Из ассортимента НМК Огромные дверцы В разных облицовках Талькохворит Пироксинит Змеевик Печи поменьше Сетки под отделку Про них мы подробно рассказывали на нашем канале Так что смотрите ролики Ну а мы пошли путешествовать дальше Добрались на стенды компании Визуи Здесь котлов немного Всего два Это их отопительный котел Титанум Здесь представлена модификация на 65 кВт Есть еще больше на 85 кВт И котел Алим Тоже есть несколько модификаций Мы делали небольшой обзор на канале Форнаксфилм Но больше всего нам интересна та продукция Которая представлена вот в том углу Это отопительные печи-камины Эверест Про них мы тоже рассказывали Когда были в гостях в компании Визуи В выставочном зале И даже одну модификацию мы испытывали Смотрели как она нагревается Но сейчас Наверное самое интересное Что есть на этом стенде Это то, что привлекает максимальное внимание Это новая банная печь из чугуна Эверест легкий пар Закрытая каменка Есть возможность прятать ее в облицовке Пойдемте подробнее ее рассмотрим Хожу вокруг печи уже 10-15 минут И никак не удается мне подойти к ней Чтобы никого возле не было О, слава богу, это освободилось И вот, мы посмотрим наконец Что это за печь Чугун, 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 чугун И стекло Ну, подобные формы мы уже видели с вами Да? Но сейчас мы видим, что печь Эта изготовлена из нескольких чугунных отливок Причем они не повторяют друг друга Первое, это нижняя часть топка Большая объемная топка Видим, что есть выносной топливный канал Причем его можно будет наверняка еще наращивать Если печка будет устанавливаться в банях, допустим, из сруба Когда нужно будет делать длинный топливный канал И, конечно, самое интересное Это вот эта часть Закрытая каменка Закрытая каменка спрятана В этом огромном чугунном коробе Который также собирается на болтовых соединениях Здесь непростое Оно также выполнено по системе шип-пасс Для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание половинок И, кстати, здесь же мы можем увидеть Ту часть, которая отвечает за нагрев камней Вот Чугун в чугуне То есть это не металлическая каменка Спрятанная в чугунном коробе А полноценная чугунная каменка Находящаяся внутри чугунных стенок Которые также нагреваются от уходящих дымовых газов Сверху здесь расположена еще Вот такая импровизированная корзина каменки Туда входит около 60 килограммов камней И мы видим, что даже сюда поместили Устройство, подающее воду Для того, чтобы можно было По всей поверхности каменки Всю поверхность каменки использовать Для парообразования Ну и, естественно, здесь есть заливная воронка Для того, чтобы вода попадала в закрытый камень Давайте, пришла пора Погрузиться В саму каменку Чугунный свод Сверху находится подача воды Для того, чтобы в самые дальние уголки каменки Попадала вода И испарялась с разогретых До огромной температуры камней Мы видим, что вот эта стеночка Сейчас здесь закреплена Для того, чтобы ее не утащили Но она прикрепляется На место створа каменки И У нее есть система Выхода пара Которая также Имеет такую шумовую имитацию Мы с вами тоже ее уже испытывали Когда были в лаборатории В компании Везувий Довольно интересно все это работало Но здесь же я просто вижу перед собой Великолепную печку С огромным будущим Крайне интересную внешне Еще было бы, конечно, очень интересно Посмотреть, как ее изготавливают на производстве Если у меня появится такая возможность Обязательно познакомим зрителей канала Fornax Film Во всех подробностях расскажем Да, кстати, можно понять, что это одна из первых моделей Потому что печка Эверест Но дверца на нее установлена пока Вот Везуве Ни для кого не секрет, что Везуве и Эверест Это производится одной компанией Ну и топка Чугунная топка Широкий колосник Печка довольно мощная Я предполагаю, что мощность ее будет уже больше 30 кВт Как бы не около 40 кВт И поэтому, конечно, воздуха для горения дров нужно будет очень много Ящик зольника не очень, конечно, большой Традиционно для Везуви Но, тем не менее, на одну протопку Один раз его, конечно, вполне хватит Да, кстати, друзья Здесь, так как здесь правильный прямоугольник По сути, квадратная печка сверху Здесь можно сделать выход для пара Как в тыльную сторону печи То есть в переднюю Вбок Левый, правый Либо же в тыльную сторону Все зависит от конфигурации вашей бани Например, вот здесь вот реализован вариант Как раз с выходом пара Непосредственно в тыльной части В парную Да, печка Эверест Легкий пар профи Пожалуй, одна из самых интересных новинок Этой выставки 60 килограммов камней в закрытой каменке Печи Астон мы любим, знаем Вот эта модификация печи собрана Из двух интересных чугунных новинок Сама чугунная печь Астон На нее установлен чугунный турбопар Имеет две заливные воронки Левая идет для подачи воды В закрытую каменку печи А правая для того, чтобы подавать воду В каменку Турбопара Очень интересно, что на Кожух конвектор печи Дополнительно еще надели одну секцию Для того, чтобы закрыть Турбопар Так что печь получилась уже Внушительных размеров Уверен, что и мощность ее значительно возросла Из-за того, чтобы установлен турбопар Который дополнительно отбирает тепло уходящих дымовых газов И превращает их в энергию Способную добавить еще пара в вашей бане Друзья, ну мы в принципе посмотрели весь стенд компании Визуи Поэтому если появится возможность в ближайшие дни посетить производство Обязательно мы вам покажем, как изготавливается эта печка Из чего изготавливается Как ее собирают Ну и послушаем комментарии инженера-конструктора Который разработал эту печку Для того, чтобы получить полное представление о ней Оставайтесь на нашем канале До новых встреч! Счастливо!